О том, что Сайсек ускоряет рассмотрение заявок об объеме клиентского капитала Interactive Brokers и о том, как Euronext углубляется в анализ данных, я расскажу вам в этом выпуске новости из индустрии Форекса. Здравствуйте! Кирская комиссия по ценным бумагам и биржам вводит новую ускоренную процедуру рассмотрения заявлений на получение лицензии для ряда юридических лиц. В процедуре допускаются организации, уже подавшие заявки в соответствии со специальными законодательными актами. Регулятор постановил, что организации, допущенные к новой ускоренной процедуре, должны внести дополнительную плату в размере 1500 евро для инвестиционных компаний и 1700 евро для управляющих организациями коллективного инвестирования в обращающиеся ценные бумаги и управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Interactive Brokers Group, американский публичный онлайн-брокер и маркетмейкер, акции которого торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, опубликовал накануне ежемесячные показатели своей деятельности за октябрь текущего года и продемонстрировал некоторую негативную динамику, которая обусловлена снижением клиентской активности. Между тем, клиентская база продолжает расширяться и положительно влиять на акцию компании. Interactive Brokers сообщил, что среднесуточное число рентабельных трейдов снизилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 655 тысяч транзакций, что также на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, в противоречии компания сообщила о некотором росте общего объема клиентского капитала в течение последнего месяца, который составил 66,5 млрд долларов, что по-прежнему больше на целых 19,5% по сравнению с октябрем 2014 года. По итогам последней торговой сессии на фондовой бирже цена акции брокера положительно отреагировала на отчет и поднялась почти на 3%. С начала года акция компании находится в достаточном плюсе, прибавив к цене порядке 45% и постепенно возвращается к июльской максимальной отметке почти 46 долларов за штуку. Euronext, крупнейшая биржа в Европе, установила партнерские отношения с поставщиком решений для анализа данных Hakeel Technologies с тем, чтобы в дальнейшем использовать данные о настроениях на рынке Euronext. Попытка Euronext углубиться в мир анализа данных при помощи Hakeel Technologies предположительно затронет все компании, акции которых котируются на рынках Euronext. Запуск платформы, нацеленной на розничных инвесторов, запланирован на первую половину 2016 года, а доступ к ней будет осуществляться через приложение Market Data. Благодаря новым партнерским отношениям Euronext получит возможность сбора широкого спектра данных из сотен и тысяч источников по всему миру. Hakeel Technologies собирает информацию с колоссального количества веб-сайтов, из блогов и других источников, создавая эффективные информационные системы, а также системы на основе исследования настроений. На этом наш выпуск подходит к концу. Оставайтесь в Dukascope TV и будьте всегда в курсе всех событий на рынке.